Время выбрало нас! Форум под таким названием состоялся в Твери в первой декаде октября. Мероприятие проходило в рамках учительской недели и объединило как талантливую и энергичную молодежь, так и заслуженных ветеранов отрасли. Чем они занимались на форуме, какие получили впечатления, мы расскажем в рамках очередного выпуска совместного проекта нашего медиахолдинга с администрацией областного центра и при непосредственной поддержке Тверской городской организации профсоюза образования. Форум молодых педагогов и ветеранов отрасли начался рано утром 2 октября с посещения нескольких тверских учреждений образования. Причем самых новых, тех, что являются гордостью не только муниципалитета, но и всего Верхней Волжья. Как, например, детский сад Умка в микрорайоне Южный. Здесь хорошо всем, и воспитанникам, и педагогам. Просторный музыкальный зал, просторный спортивный зал. Дети очень любят заниматься спортом. Площадки у нас очень обустроены именно по возрасту. То есть в ясельной группе все оборудование именно для детей 2-3 лет. И так по нарастающей. Две площадки также для занятий спортом на свежем воздухе. Если говорить о самом детском саде, сколько воспитанников, сколько педагогов? На данный момент у нас 190 воспитанников. Это 8 групп. Также у нас получается 16 педагогов. Все педагоги на месте. Помощники воспитателя также. Музыкальный руководитель. И также физкультурный работник. То есть полный штат у нас набран. Доброй традицией последнего времени в Твери стало придание каждому новому детскому саду индивидуальных черт. Чтобы построенные, как правило, по одному проекту, они все же отличались друг от друга. Например, им дают имена мультипликационных героев, которые популярны в нашей стране уже многие десятилетия. Этот решили назвать в честь милого медвежонка Умка. Для воспитанников, помимо соответствующего оформления фасадов и интерьеров, это будет иметь еще и образовательное, развивающее значение. Мы сотрудничаем с Союзмультфильмом. Сейчас наши педагоги провели обучение и готовы преподавать именно, ну как создавать мультфильм. То есть мы вот сейчас с интересом изучали все это. И вот с октября начнется именно занятие, потому как сами дети будут рисовать мультфильм. Все это через нашу мультстудию проходить и получать готовый мультфильм. Даже на флешке могут принести родители. Все это произвело большое впечатление на гостей, которые посетили сад. Стильное, яркое оформление. Особенно четкие, рациональные и удобные планировки. Размещение мебели и даже игрушек. Порядок, порядок. Организация. Очень, очень здорово. Молодцы. Сад очень хороший. Очень хороший. Мне нравится очень. Конечно же, среди гостей Умки были и коллеги из других детских садов. Как истинные профессионалы, они по достоинству оценили в первую очередь современное оборудование. Радует, что учитываются мысли желаний педагогов, чтобы это было комфортно для работы, чтобы это было в современном стиле, чтобы для детей был максимум всего, чего только мы можем им дать. Комнаты, сенсорные, музыкальные, айтишные, мультипликации. Ну, это круто. Это стильно. Этого не хватает, потому что дети сейчас совсем другие, чем были раньше. То есть им это все нравится. Ну, и нам нравится этим всем заниматься. Здорово. Ну, конечно, основные мероприятия форума начались позднее. Первой площадкой стала знаменитая Тверская гимназия номер 6. Старейшая в городе. Традиционно в числе лучших общеобразовательных учреждений региона. Логично, что именно она приняла около сотни молодых педагогов. По правилам форума, таковыми считаются учителя в возрасте до 35 лет и имеющие стаж работы до 3 лет. Очень хочется, чтобы наши молодые коллеги прикоснулись к педагогическому наследию. К тому, что нам досталось. Чтобы у каждого было понимание и ответственность, как строить работу в дне сегодняшнем. И с чем идти в день завтрашний. Общаясь с участниками и организаторами форума, становится понятно, что эта площадка будет интересна и на следующий год, и на последующие годы. Думаю, что будет традиционным. В ходе первого дня работы форума его участникам предстояло поработать на четырех площадках. Первая среди них – секреты успешного урока. Его суть – дать молодым педагогам дополнительные знания о методике современного преподавания в школе. Мы хотим донести до молодых педагогов, что очень важно формировать универсальные учебные действия у детей, научить их самостоятельно добывать знания и представлять их. Это очень важно. Сегодня мы попробуем с молодыми педагогами провести такой маленький урок, где они должны будут найти информацию в учебнике, в дополнительной литературе по своей теме. Вот у нас четыре группы – географы, ботаники, зоологи и климатологи. Они должны будут найти информацию о природной зоне и потом представить её на всех, на весь класс, для того, чтобы в классе сложилась общая картинка о природной зоне. – А какую природную зону? – Зоны лесов у нас сегодня. – Каких? – Лесов в России, да. Здесь представлено несколько – это тундра, широколиственные, смешанные леса. В общем, они сегодня рассказывают о всей вот этой вот зоне, в которую входят три подзоны. – А вот Вы сказали, надо научить детей самостоятельно добывать знания. А почему это важно, на Ваш взгляд? – А потому что современные условия мира требуют от людей, ну, как бы, больше мобильности, да. То есть они должны не только что-то заучить и нести этот багаж на себе, а научиться с самого маленького возраста именно находить нужную для себя информацию, добывать нужные знания и потом впоследствии применять их на практике. Это очень важно сейчас. – А раньше это было не так важно? – Ну, мы учились в советское время, тогда это было, наверное, всё-таки больше заучивание. Больше заучивание. Сейчас мы ориентированы на то, чтобы дети были более свободны в выборе своих знаний и вообще в выборе своего пути. Такой метод обучения мы уже применяем у нас в нашей школе, и, в принципе, он применим для любого предмета. То есть мы сегодня покажем принцип, а потом уже это можно будет проецировать на свой предмет. Вот, например, лично я в прошлом году, как раз у меня был четвёртый класс, и я как раз вот по такой методике провела, в принципе, целый блок географии в окружающем мире. Детям это очень понравилось, и они были очень заинтересованы. Я считаю, что результат налицо. Вторая площадка называлась «Современные аспекты воспитания. Навигаторы детства». В нынешние времена это особенно актуально. Педагоги должны понимать, как именно и куда надо направлять юных граждан нашей Родины. Я буду говорить о новой программе воспитания, о всероссийском проекте «Навигаторы детства», что изменилось в стране с введением и должности советника, и, в принципе, когда этот проект функционировать стал. В 2021 году этот проект два года был пилотом, то есть пробный такой вариант. И с этого года уже, в принципе, с 2023-го идёт основная реализация. Суть проекта в чём? Новая программа воспитания, единый календарь мероприятий, единые мероприятия в том числе. Создание движения первых РДДМ, движения первых в школах первичного отделения обязательно. Соответственно, классные часы, разговоры о важном, поднятие государственного флага и много-многое другое, то, что у нас должно поменяться в школах. И основное, наверное, воспитание патриотизма, любовь к Родине. То есть я считаю, что за период, да, некоторый период немножечко этот аспект был упущен. Нет, мы всегда учили, я сама 30 лет в школе, завтра вот 34 года, как я в школе, я учитель музыки. И вот всегда мы этим занимаемся, но как-то нужно вот массово приступать к этому. А государство за это взялось. Я считаю, что это очень важно. Работа на площадках затрагивала не только аспекты педагогического воспитания. Речь шла и о самих учителях. Не секрет, что их работа требует максимального напряжения. В течение всего урока надо держать внимание учеников. Делать так, чтобы предмет был интересен. Выкладываться по полной. И так каждый день. Поэтому есть большой риск столкнуться с такой проблемой, как профессиональное выгорание. Термин, появившийся только в последние пару десятилетий. Однако на самом деле этому вопросу уделяли большое внимание еще в советские времена. Правда, тогда смена рода деятельности была большой редкостью. Теперь же учитель, почувствовав падение интереса к работе, может запросто уволиться. Поэтому купирование проблемам профессионального образования напрямую связано и с кадровым вопросом. Смысл обсуждения этой темы поднимается на всех уровнях. И даже пересмотры постоянные в МКБ, в ДСМ постоянно разбирают эту проблематику, вводят, выводят, пытаются что-то с ней сделать, чтобы облегчить жизнь профессионального сообщества. А когда оно происходит? Профессиональное выгорание. Вот здесь много разных факторов. Я буду рассказывать о трехфакторной модели по маслач. Это в первую очередь эмоциональное истощение, когда человек перестает радоваться выходу на работу, перестает испытывать новые эмоции. Затем происходит деперсонализация, когда человек начинает воспринимать остальных людей как массу, как группу, то есть не может относиться к человеку как к индивиду. И таким завершающим третьим этапом является редукция профессиональной успешности, когда человек не просто не видит успехов в своей деятельности, но начинает обесценивать еще и старые достижения. А в каком возрасте обычно? Есть какая-то статистика? Знаете, многие исследователи говорят о том, что профессиональному выгоранию, как ни странно, подвержены самые талантливые люди. Это за счет того, что они наиболее искренне и с большей самоотверженностью бросаются в бой, сражаются за моральные какие-то вещи, включаются сильно. И в среднем говорят, что, например, в профессии психолога возраст выгорания через 5 лет. Вот так вот. Для других профессий у меня, к сожалению, нет данных. Но, безусловно, о чем я хочу сказать, то что, безусловно, эта проблема может столкнуться как и в начале карьеры, так и ближе к завершению. То есть, достаточно часто мы можем столкнуться с каким-то человеком, который к концу уже профессионального пути начинает обесценивать свои успехи и испытывать тяжелые эмоции на работе. Так и можно, да, столкнуться с педагогом, который вышел из университета, начал преподавать довольно успешно, но столкнувшись с бюрократическими проволочками или еще с какими-либо затруднениями, не смог адаптироваться, либо какие-то обстоятельства повлияли извне, и он начал чувствовать бессмысленность своего труда. И таким образом наш город теряет перспективного специалиста в будущем, хотя он потратил на него пять лет обучения. Однако не все площадки проходили в классах. Шестая гимназия – это такое место, где каждый квадратный метр пропитан историей. Не все тверичане знают, что многие улицы города названы в честь учеников именно этой школы. В честь тех, кто вписал свое имя в историю не только родного города. Это поэт Андрей Дементьев и писатель Борис Полевой. Многие выпускники этой школы продемонстрировали примеры героизма в годы Великой Отечественной войны. Словом, вполне логично, что одной из площадок форума стал музей шестой гимназии. Я думаю, что всем понятно, что сегодняшний урок – это не только набор каких-то знаний, конкретных предметных, но это обязательно и воспитательный момент, который направлен на формирование мировоззрения человека, развитие чувства патриотизма. И вот наш школьный музей помогает в этом очень и очень активно. Основным направлением развития школьного музея является исследовательская, проектная работа. Ребята изучают историю наших выпускников, наших преподавателей. Школа вообще поколенческая. У нас есть множество школьных династий, когда и дедушка с бабушкой, и папа с мамой, и родители здесь учились. И, конечно, для нас это ценно. Чувство патриотизма начинает формироваться именно в семье. И поэтому очень важно, чтобы ребёнок знал, какая у него семья, кем были родители и есть родители, кем были бабушка и дедушка, чем они занимались, где они учились. И вот как раз музей в этом тоже очень активно помогает. Ещё одним направлением нашей работы является участие в военно-патриотических акциях, проведение уроков мужества, встреч с ветеранами войны. И вот в ближайшее время мы готовим мероприятие, посвящённое столетию героя Советского Союза Вячеслава Борисовича Ефимова. Это выпускник нашей школы предвоенного периода времени 1938 года. Он здесь у нас закончил 7 классов, затем поступил в машиностроительный техникум, ну и добровольцем ушёл на фронт. И в мае 43-го года он с группой минёров, разведчиков, вот они, портреты этой шестёрки, были заброшены в тыл врага, в Смоленскую область, выполняли особо важные задания командования и были выслежены врагом. Причём против шестёрки минёров-разведчиков враг бросил целую роту, огромное количество людей, и, соответственно, конечно, силы были неравны. Ребята погибли. Им было 19-20 лет. Они очень хотели жить, но отдали свои жизни за нашу Родину, за то, чтобы наступил мир, была победа. Второй день работы форума прошёл на новой площадке в 15-й школе. Совсем недавно прошедшая капитальный ремонт, она является предметом гордости городской системы образования. Поэтому вполне логично, что тверских учителей решили собрать именно здесь. Во второй день молодёжь-ветераны работали вместе. В этом и была главная идея – чтобы состоялся диалог поколений. В итоге довольны остались все. Очень информативно, очень дружелюбно и такая, знаете, здоровая рабочая атмосфера. А что в всём запомнилось? Что-то, может, новое для себя почерпнули? Да, мне понравилось, как нам объясняли, по построению функционального обучения, как правильно на уроке детей вовлекать в самостоятельное извлечение информации из даже хотя бы литературы. Это было интересно. Я думаю, это важно, потому что в наше время, когда очень много информации, часто человек перегружается сильно и не может из неё выбрать, сделать какой-то вывод. А такое упражнение позволяет именно выделять самое главное и делать из этого какие-то уже для себя долгоиграющие выводы, я бы так сказала. Сейчас мы работали по группам, и у нас в группе был прекрасный молодой человек, которому мы задавали вопросы, который нам задавал вопросы. И мы общались по поводу того, кто же всё-таки должен нести самую главную ответственность за ребёнка. Что он у вас спрашивал, а что вы у него спрашивали? Ну, мы просто вместе решали, сколько процентов надо отвести на то, чтобы ответственность была за родителями, за педагогами, за окружением другим. К чему пришли? Пришли, что всё-таки самая главная, конечно, ответственность – это родительская ответственность. Но сейчас последние уже, ну, десятилетия, наверное, сейчас как раз родители жалуются, что школа переложила процесс воспитания целиком на родителей, если мы в школе только знания даём, конкретно 2 плюс 2 будет 4, а в плане воспитания, педагогики – это всё за родителями. Ну, я не согласна. Потому что педагог очень много времени уделяет, я просто про себя могу сказать. Я со своими классами, у меня было сколько, 7 выпусков, я где только с ними не побывала, понимаете. Последняя наша поездка была с моим последним классом, где я была классным руководителем. Мы проехали по 5 странам, тогда ещё всё это было возможно. И это, причём, инициатива сходила от родителей и детей. Поэтому я считаю, что вот этот вот симбиоз родительский и учительский, он всегда будет всё равно стоять на первом месте. Такие мероприятия должны стать традиционными. Старшее поколение много интересного узнало о молодёжи. И наоборот, ветераны подсказали немало интересных вещей своим наследникам. Например, какую большую роль играет участие в профсоюзном движении. Большинство участников форума ещё не успели в него вступить. Но были и такие, как Любовь Шпигель. Она уже стала членом профсоюза и успела оценить его плюсы. Профсоюз – это такая организация, которая, во-первых, в трудных каких-то жизненных ситуациях, она оказывает поддержку своим участникам. Также, наоборот, в каких-то положительных, хороших моментах тоже поддерживает. Какую-то помощь оказывает при аттестации. То есть, когда, допустим, я отработаю три года, я смогу уже подать на повышение квалификации. Последним мероприятием форума стала общая встреча в актовом зале 15-й школы, коллектив которой напоследок сделал для своих коллег творческий подарок, исполнив песню про такую непростую и такую нужную профессию, как педагог. И каждый час, и каждую минуту о чьих-то судьбах вечная забота. Кусочек сердца отдавать кому-то, такая, брат, у нас с тобой работа. Кусочек сердца отдавать кому-то, такая, брат, у нас с тобой работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова